Я вижу из представленных документов, что вы немало делаете для повышения надежности работы оборудования, лифтов, инженерных сетей, обеспечения окупаемости практически всех видов услуг. Но вместе с тем меня настораживает, что в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в администрацию президента, касается недовольства работой коммунальных служб. Наибольшее беспокойство у людей вызывает качество питьевой воды и недостаточно благоустройства территорий, в том числе улиц и дорог в населенных пунктах. Поэтому сегодня хотел бы узнать, как выполняются мои неоднократные поручения о наведении порядка на земле и особо о закреплении территорий за субъектами хозяйствами. То есть, если это школа, то дети должны постигать азы труда в парке напротив, убрать вовремя, привести в порядок, покрасить скамейки, еще чего-то. Если за этой школой закреплена эта территория, если это завод или фабрика, то вокруг это территория этого завода и этой фабрики. За трудовыми коллективами должны быть закреплены эти территории. Останется только контролировать и требовать, чтобы там был порядок. Это вообще не нагрузка для учреждений или же заводов. Не нагрузка. Это для разминки. И то каждому не хватит. Не все гладко и с озеленением. Не единичные факты, когда саженцы закупили, высадили их и они умерли. Как будто мы не умеем деревья высаживать. Хотя да, не умеем, разучились. Хотелось бы, чтобы в течение этого года вы научились это делать. И не только деревья понатыкать там, куда попало, а с умом посмотреть. Может там розарий какой-то разместить. Очень хотел бы, чтобы не только в Минске, но на территории всех наших городов и поселков был порядок. Чтобы чувствовалась забота человека о том уголке, где ты живешь. При этом знаю, что многие люди и сами готовы благоустраивать эти территории и дворы. Ну, конечно, надо их организовать. Поэтому в нужный момент нужно обеспечить инвентаревым посадочным материалом людей, построить и впереди пойти. Тогда будет толк. Я не зря на это обращаю внимание. Хотелось бы, чтобы вы меня услышали. Это касается и разного рода придорожных полос, откосов и так далее. Жалко смотреть на рабочих, когда они два-три раза в год кувыркаются на откосах 100 метров, обкашивая эту траву. Неужели там нельзя высадить елку, сосну, можжевельник, тую, вечно зеленая, вдоль дорог? Чтобы меньше хотя бы ухаживать и тратить бешеные деньги на уход за этими территориями. Иностранцы о нас говорят, что Беларусь – страна чистоты и порядка. И мы этот имидж не должны потерять из-за нашей нерасторопности и бесхозяйственности. Продолжение следует...